Змей Горыныч Горыныч – это очень горячий персонаж во всех смыслах этого слова. Один неверный шаг в его сторону, и вам не спастись от его огнетышащей пасти. Хотя у Горыныча целых три головы, он редко думает хотя бы одной, поэтому часто делает глупости, особенно когда находится в гневе. Если ему покажется, что вы в чем-то ошибаетесь, то он обязательно громогласно заявит об этом на весь мир. Этот сказочный персонаж всегда выражает свое мнение резко и прямолинейно. Однако есть у Горыныча и хорошее качество. Этот змей крайне решителен, отважен и всегда глобально мыслит. Главное вовремя направить его неиссякаемую энергию в правильное русло. Совет овнам – перестаньте идти на поводу у своих эмоций. Прежде чем дать ответ обидчику, успокойтесь и глубоко вдохните. Телец домовой. Домовой в доме – счастье в семье. Все сияет чистотой, цветы политы, домочадцы накормлены, но только в том случае, если вы ни в чем ему не перечите, ведь это очень властная нечисть. Домовой очень ревнив, упрям и любит поспорить. Отстаивая свою точку зрения, он будет не только напорист, но и, возможно, груб. Такой уж у него характер. Совет тельцам – если в вашем доме живет еще один телец, лучше сразу решить, кто в доме хозяин. Близнецы – леший. Лешие абсолютно искренне уверены, что никто, кроме них, жизни не знает. А к этой уверенности прилагается поразительная болтливость и энергичность. Он способен часами доказывать окружающим, что они неправы, при этом ни разу не повторившись. Даром слово природа лешего не обделила. Кроме всего прочего, он может так запутать следы, что и сам не понимает, как очутился в той или иной ситуации. Совет близнецам – все лешие – отличные интриганы и манипуляторы, поэтому из вас может получиться прекрасный политик и, конечно же, талантливый притик. Рак – кикимора болотная. Кикимора очень чуткая, сентиментальная, ласковая и эмоциональная нечисть, но при всех этих замечательных качествах с ней очень непросто общаться, ведь обычно она сама не знает, чего хочет. Всю жизнь ее раздирают непримиримые противоречия. То хочется быть заботливой домашней кикиморой, то свободной болотной нечистью. Вот так и живет, бегая от одного берега к другому. Зато кикимора – прекрасный друг. Она обязательно выслушает, споет колыбельную и уложит отдыхать под болотным кустиком. Еще и наградит ценным советом. В общем, кикимора – настоящий подарок судьбы, особенно если работает психологом. Совет ракам – личные отношения со всякими водяными илишими чаще всего складываются у кикиморы неудачно. Лев – кот Баюн. Этот котик способен оборошить и усыпить кого угодно, даже того, кто спать совсем не собирался. Кот Баюн наделен особым магнетизмом. Хотя он эгоистичен, самовлюблен и упрям, люди все равно боготворят его, восхищаясь особыми талантами и достоинствами. А он милостиво позволяет им делать это. Все дело в харизме и потрясающей уверенности в себе. Кот Баюн может нагло перевирать сказки и фальшиво забывать песни, но делает это с таким чувством собственного достоинства, что никто не осмелится сделать ему замечание. Своим бескомпромиссным тоном он с легкостью убедит вас в вашей неправоте, особенно если вы были правы. Совет львам – используйте свои ораторские способности только на благие цели. Дева Баба Яга Когда-то Баба Яга была Василисой Премудрой, но жизненный опыт сделал ее прагматичной и циничной, да еще и скрытной. Теперь Яга сидит безвылазно в своей избушке, помешивая зелья, да суша мухоморы для незваных гостей. Пока они не пройдут всех испытаний, дорогу к Кащею ни за что не покажет, а задания Яги будут очень сложными. Пытаться перехитрить эту старушку – дело бесполезное, она сама кого угодно ведет вокруг пальца. К тому же у Яги природное чутье на ложь. Баба Яга очень любит чистоту и порядок. Это только на первый взгляд в ее избушке полный бардак. На самом деле, каждая соринка лежит на своем месте, а комары и мухи летают по строго заданной траектории. Совет девам – Баба Яга требовательна как к себе, так и к другим. Но иногда нам все же стоит бросить все дела и просто полететь на ступе. Весы Мара Таинственная Мара часто сидит без дела, но не потому, что ей лень. Почему же она бесцельно бродит по старинному замку, страдая сама и заставляя страдать других? Все дело в том, что Мара не способна быстро принять твердое решение. Перед тем, как начать что-то делать, ей требуется тщательно взвесить все «за» и «против», а это отнимает очень много времени. А еще Мара невероятно любит обсуждать вопросы жизни и смерти со всеми окружающими. Она может раздуть слона абсолютно из любой мухи. Если среди ваших друзей есть эта нечисть, готовьтесь часами выслушивать ее нытье. Советуй сам. Если ваши друзья не подтолкнут вас к решительным действиям, то вы так и просидите вечность в размышлениях и тоске. Корпион – русалка. Русалка плавает в собственном умыте эмоций и выходит оттуда крайне редко. Она невероятно загадочная, сложная и нервная натура, которая часто кидается из крайности в крайность. Эта красавица вполне способна влюбиться в моряка, которого видела всего раз в жизни, отдать ради него свой голос морской ведьме, а потом забить любимого хвостом, просто потому что настроение у нее было плохое. Не та фаза Луны, сами понимаете. В этом прекрасном существе постоянно идет борьба между высокими идеалами и низменными желаниями. Вне всякого сомнения, Фрейду тут было бы где развернуться. На первый взгляд, русалки очень эгоистичны, но в душе все они отзывчивы и добры. Совет скорпионам. Постарайтесь не заплывать глубоко в омут эмоций, а если вас начнет тащить ко дну, начинайте дадить на жалость. Стрелец – лихо одноглазая. Лихо одноглазая больше всего напоминает большого ребенка. Оно невероятно жизнерадостно, энергично и обладает неисчерпаемым запасом оптимизма. Обжигаясь даже в тысячный раз, лихо равно не откажется от веры в людей. Так и будет оно идти по жизни с огромным количеством царапин и вечной улыбкой над единственным глазом. А еще лихо одноглазая – очень романтическая натура, которая верит в вечную любовь с первого взгляда. Возможно, именно поэтому оно так часто и ошибается. В общем, это невероятно мечтательное существо и стопроцентный идеалист. Совет стрельцам. Вы можете потратить на поиск идеальной второй половинки всю свою жизнь. Присмотритесь к тем, кто искренне вас любит. Козерог – Кощей бессмертный. Кощей – прирожденный руководитель, который обладает непререкаемым авторитетом. Его уважают даже враги. И это неудивительно, ведь Кощеюшка обладает сильнейшей волей и стальным характером. Чаще всего он старается скрывать свою жестокость под маской нежности и заботы, но при определенных обстоятельствах может стать настоящим тираном. Кощей – цельная и зрелая личность, которая всегда твердо знает, чего и кого хочет. Не зря он получил прозвище «бессмертный». Эту нечисть не берет ни огонь, ни вода, ни медные трубы. Поэтому всежизненные катаклизмы Кощей переносит с большим достоинством. Совет Козерога – никто лучше Кощея не умеет добиваться поставленной цели. Главное – не ошибиться при ее постановке. Водолей – соловей-разбойник. Этот разбойник – самая безответственная и обаятельная нечисть. Соловей редко думает о таких скучных вещах, как дом, семья, карьера. Он мечтает летать в облаках и жить в своем воздушном замке. Правда, пока приходится сидеть на дереве, свистеть и грабить прохожих. Однако такой образ жизни совсем не мешает соловью-разбойнику быть очень популярным. Он располагает к себе с первых минут знакомства. Кроме того, соловей свято верит в свою удачу, которая редко его подводит. Поэтому-то он и живет свободно, не заботясь о завтрашнем дне. Совет водолеям – найти выход из любой ситуации. Вам помогут креативность и находчивость, которыми вы наделены сверх всякой меры. Рыбы – ботяной. Ботяной живет в маленькой луже, но при этом мечтает о безбрежном океане, дальних странствиях, коралловых рифах и бесшабашных приключениях. Не стоит бояться. Никуда он в итоге не уплывет, поскольку в глубине души невероятно привязан к своей родной лужице. Фантазии часто заменяют водяному реальную жизнь. Благодаря им он спасается от серых будней. Другие сказочные герои обычно не понимают возвышенной и ранимой натуры водяного, поэтому ему приходится искать собеседников среди случайных гостей болота. Советы рыбам – лучше вам никому ничего не доказывать, а все преграды – просто оплывать. Сегодняшний выпуск окончен. Спасибо, что были с нами. Мы уверены, что благодаря звездам можно правильно сориентироваться в жизни и не допустить многих ошибок. Ведь не зря же нам даны эти подсказки. Пишите в комментариях о своих наблюдениях, ставьте лайки и будем двигаться дальше. В мире еще столько интересного. Продолжение следует...